всем доброго времени суток и мы продолжаем путь нашего челленджера к заправке на минусе сканер наконец-то дал картину это еще в прошлой серии было на полярной орбите будет он дал картинку положения всякого счастья и мы сейчас попробуем наш челленджер посадить сюда так но тут самое богатство какое-то не орбит через богатство то а думаю мы сначала до его мотань о елке ты стой ты страшная я понял мы не в ту сторону крутимся немножко и было прикольно посадить его возле нашей исследовательской станции не посмотрел в какую сторону он крутится давайте ладно а есть такое странное ощущение у меня а ну да планет что же вращается не просто так против движения разворот пошел-пошел-пошел-пошел мне советую еще поставить да я не поставил но чисто на электрике прокрутимся так крючок один включен все хорошо пошло снижение орбитки нашей вот так вот мы вообще горизонталку будем сбрасывать я хочу вот пятно упасть топлива садится у нас мало этот бежочек то один работает так что я верю в хорошую посадку вот там хорошо прошло по бедному эхх продолжаем уменьшать я попробую еще орбиту повернуть немножко вот сюда куда-то приземлиться так а у нас мы какого кирбонавта хотели себе по моему а нет ученого мы с собой взяли вроде сейчас поглядим ну не буду же я ученого отсюда собирать в конце так а вот теперь и как-то медленно да нормально антинормаль радиально наружу радиально внутрь вот не помню нормально он али антинормаль я поглядим чё у него влево вправо-то так по-моему это вверх пошло да это вверх значит нормально давай 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 крутись мы конечно сядем в темноте ну по-моему без электричества легко останемся легко и непринужденно надо будет ждать пока минус повернутся с той стороны в солнце так погнали да это оно и пошел разворот в детских пределов вот так можно развернуть л-то 180 орбит крутонуть можно наверное нельзя прекрасно так так давайте сюда главное сильно не разорваться ох мы в темноту и как это сказать-то мы продолжаем крутить орбиту давай 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 да приводит она еще вертикальнее нормально мы вполне можем погасить скорость весьма бодро так с электричеством у нас все хорошо по неведомой причине мы даже гигантские солнечные панели еще не растопылили так давайте лапки выдвинем главное тормоза не трогать ой там еще и свет горит о мы растратчики так ладно вот инженер ученый да весь набор так давайте запишемся то знаю нету нажал и всему хана быстрее упадем не люблю в темноту садиться конечно так 38 километров так уже 90 давайте сбрасывать чуть позбрасываем скорость first landing а это что первая фасад я два раза что садился не мною страшно еще оказывается что внизу кривая ландшафт будет вообще песня конечно нормально так давай дальше падать вот 500 потратили на сход с орбиты и почти приземление нормально так ах темнота темнота надо было на днище еще прожектор ставить подумал 22 километра еще раз сохранимся то есть я не очень тут уверенно чувствую в темноте а атмосфера а была надпись атмосфера не помню давайте еще погасим скорость на темноту садимся ой как это плохо ну блин ну хоть чай нибудь чтобы было видно ну причем ощущение что мы такие жуткие склоны садимся там вот машинка освещена конечно а вот земля под ней вот не знаю этих прожекторов хватит что-то я да протормозил а вот сюда вот их ставить в самый низ чтобы они хоть вместо посадки осветили так а а я че вверху еще тут ну атмосферы то здесь как бы и нет если полность атмосферы показывает не высоту скорее всего так да вряд ли у меня высота а однако да с чем то у меня есть монотопливо просто везде по чуть-чуть топлива да ладно чёрт я вообще куда падаю я вообще туда падаю под углом как нибудь под жутким кто хрен на ночную сторону приземляете а кто бы мне сказал вот это вот в яркое пятно но ну топливо нормально опасно а посадка на ночь ах посадка в ночь в ночь в ночь движок довольно лихо это дело тормозит один маленький маленький так 5900 землята падение в темноте в тишине давайте начнем это дело тормозить 25 км до хрена то ли мы высоко над землей то ли нет нет тут альтиметра ну радарного вот 5000 это не до земли до некого среднего уровня моря которого на минусе нет ну на кербе нет уровень моря то есть в горах там вполне на плюс 10000 можно приземлиться уже даже парашюты не успеют открыть вот вот я про это то есть 4500 ну а кстати живой так загрузируем последний фиксы наверно это а эм а 6 тепло нет загрузить игру загрузить игру именно 17 тут самый большой 17 кх тут на русском 4 наверное лет 2 минуты часов 49 минут наверное сейчас узнаем земля на 4 500 ух ты могу не успеть переключиться то есть не то давай квик сейф тогда нету что за нафиг лайки эти в два куда я сохранил загрузить 3 года 79 дней 1 год все старое вот самая последняя 5 часов 49 минут 3 и 4 отличаются тут 800 нету главное даже сканера нет а я сейчас квик сейт нажимал что она имеет ввиду так это мы нарбит 5 лет 294 дня это собственно вот она и есть сохраненная игра 5 лет точно то есть вот эти квик сейвы не подходят 5 лет 292 дня 294 дня 290 дней по идее вот это последняя но в учетовании ничего нет ну а давайте по очереди на блоге челленджера это то ли челленджер шмякнулся то ли хрен пойди пойми чего это какой-то взрыв у нас был так ладно так ладно задачка то есть вот ты последний там не зон челленджера нету и только в темноте стоят наши лаборатории так ладно давайте вот это основной как бы файл с которого мы сейчас начали но челленджера нет и здесь планировать тут явно то что то что на орбите есть потому что как-то стран друг другом передает но это на шахте да три опроба а вот давайте уже так плавы базы неизвестно объекта это видимо эти как астероида слушать я вообще я теряюсь в догадках о чем они вообще эти все хрень астероиды Попадет 13 Так, это квик-сейф наш челленджер улетает к минусу Нет, это он к мне улетает Надо было удалять лишнее Черт, ногу сломит То есть, по идее, вот это последнее Так, сканер Ладно, уже лучше Продвижение Так, обломки нафиг Есть челленджер А вот последующих его почему-то нет Чем вызвано хреново Так, чего нам теперь надо добиться Теперь нам надо добиться Кстати, вот я не вижу опять этого Спутника нашего Нам нужно добиться, чтобы Нам показали картинку всей этой И садиться будем на солнечную сторону Я, блин, 21 минута уже Так, отлично Давай крутись Как ты в прошлый раз от тебя добился Показывай картинки Так, сас Так И вот так Не уверен, что это надо Но тем не менее Активирует сканер Ааа, вы серьезно? То есть, у меня вот это сейчас еще сдвигать На полярную орбиту Черт Это был Быстрый Быстрый сохранение 1 А вот тут у меня уже Минус 2 корабля Полет 12 О чем он? Ладно, давайте посмотрим С этим сейвом у меня уже Ничего не произойдет Все хорошо А вот тут Гора обломков челленджера На На Кербине Как так? Что это? Да Куда оно пишет? То есть, нас интересует Вот, 14 А А тут 2 А тут 318 Давайте загрузим Вот И мы падаем Прекрасно Какого хрена Он то записал Я не знаю Чего скажу Так На Позырех ветра Во-вторых На 4500 Тихо-тихо-тихо Не так быстро На 4500 Земля Так, фиксы здесь номера у нас Не успел Ладно Теперь знаем Откуда загружаться Фиксы Номера Вот он Почему? Не понятно Так Это сейчас просто Время слишком ускорил Разогнался Так Погнали Так Так И давайте Ох, что тебе Посадки в темноту Так Где-то на 7 На 1 обычный Прекрасно Все Обычное До сотни разогнались Это уже перебор Вообще Перебор О Это уже лучше Так Сейвить Еще не сейвить Не буду рисковать Так Двес лишним Но нормально Видимо вертикально В общем-то Я думаю Какая-то у него Боковая скорость Будет Ага Вот это я забыл На поверхности Так 4500 Не забываем Об этом Попробующие Попробующие Один Много Пока ничего Километр На поверхности Сдуру я в темноту Просто Называется Мозгов нет Попробующие 530 мы приземлились. 5 метров в секунду. Интересно, сколько лапки держишь? Не написано. Написано. В ангаре надо больше. Так, шестьсот пошло. Садимся поудобнее. Сейчас тряханет. Давай еще меньше скорость. Совсем тихо тикает. Надеюсь, мы на какую-то задницу. Так, мне кажется, или уж шатает? Ну, метр. Так, я нуб. Ток не падает. Ток, блин, не падай. У нас есть одна. Красивый приказ. Красивый приказ. Куда ж тебя крутит-то? Я вообще ничего понять не могу сейчас, куда ее несет, зачем ее несет, так, несет ее вверх, по крайней мере. Скорость ухода вверх падает, но склон там был, там был сильный склон, минус он по всей красе, то есть слабой гравитации. Так, мы теперь пошли. Главное у нас горизонтальная скорость офигенная, 17 метров. То есть погасил вертикальную, то уступ горизонтальная скорость. по-хорошему то, блин, я вообще землю не вижу. А, по-верх пошли. Не-не, давай вниз. Я вообще по счетчику там поверхностно смотрю сейчас. нам нужно боковую скорость как-то погасить, значит, я не знаю как это проделать. вот так я ее наклонил. Допустим, вот так я ее наклонил. прямо отовсюду уйдем. Попробую погасить эту скорость нафиг. Так, мы вверх идем. Вот. Сейчас мы скорее всего вертикально будем опускаться. Сейчас опять в эти прыжки не уйти. 4300. В прошлое было 4500. То есть мы вот как в яму опускаемся. 439. Где земля-то? 2F8. 2 метра по-моему уже фигня. Должны опоры выдержать. Это и сейчас-то разгоняться-то. Во-во-во-во-во-во, что-то было. Ну куда ты? Падай. Опускайся. 09. Встали. Ну встали же. Так, его колбасит. Оно шатается. Так, если я выгляжу что-то. Сели. Ну наклон конечно не хилый. Но кажется сели. Автосохранение. Да давайте не автосохранение. Фух. Мы сели. Так, давайте погасим. Давайте вмотанем время до светлого времени суток. Потому что без электричества добывать руду это дело теплое. Ночь вообще наступает. Ладно. Надеюсь если он сел его больше колбасит не будет. Так, солнышко выходи. Так, есть. 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 Я сказал все. Красота. Ну что. Приминусились. А в принципе судя по этой штуке мы ее вертикально ставим. Хорошо. Давай. Опустить борт. Запустить борт. Смотри. Маленьких солнышных панелей хватает. Идет нагрев. До 500 кельминов можно дотянуть. Руда 0.3. Руда 0.3. Руда 0.3. Это бак. Руда 0.4. Это конвертер. Жидкое топливо плюс к стихе. Монотопливо. Жидкое топливо. Окислить. Все по частям можно. Окей. Ну в общем. Бур фигачит. Правда идет нагрев. А если я прибавлю. А еще прибавлю. 0.12. 0.13. Оу. Как все это не быстро. ART. Пошел. Уход топлива. Эй. Топлива. Электричество. А это еще переработка. Наключил. Солнышко, что ты скажешь на этом? Все. Эти солнечные панели я могу видеть. Слушайте, перегрев бурой ее. То есть, типа лучше остановить. Перегрелось, да? Окей. Четыре, четыре, четыре. Ой, у меня сильное подозрение, что эта штука это... Надо было большую, видимо, ставить, да? Вообще, на какой температуре эта штука взорвется? Или она не взорвется? Что-то тут слышит. Означает. Что-то я не изучил вопрос сразу-то. Ладно, бог фигачил. Он вверх идет. Прикольно, температура любого метра. Или, наоборот, разгон там. Потому что вот так надо заправляться-то будет долго. Мне там тысяча тонн топлива. Да, вон руда тикает. Мучаюсь, да. Не нравится мне это. Так. Бур, стой. Время титулов. Эти не уползают. Я всё замёрзнет тут начинал. Да, надо несколько бур уставить. Не подумал. Набор у меня типа перегрелся, получается уже, кучка в высот. Не может он непрерывно работать, а не кирбан авторадуфис, морозки. Еще кстати интересный момент, а куда я все таки сел. Что мне так вот до 500 бурить, потом ждать получается. Нифига не умеет, а потом в зените будет. Ладно, запускайся. Ты Антон уже скорее не угрубил что ли? Нет? Это он так разогревается с такой скоростью? Офигеть. Эхимическая эффективность 100%, нагрузка 45%, а то есть меньше 500 он не 100%. То есть это что, плазмобур? Ладно. Еще раз F5 и рискуем. О, падает тепловая эффективность. Нагрузка тоже падает. Ничего я не понимаю. Насчет уж скоро взрахнет. Может в нем шкала появится, тепловая эта? Когда сквозь атмосферу проходишь. Ой, тепловая эффективность пошла вниз. Да блин, сейчас еще окажется, что надо будет перелетать на новое место. Так, у меня 40 уже руды добыл. Насколько мне говорили, руда с топливом один к одному. Так, 700 кельвинов. Так, градусов 500 цельсия у него. Накаду что поплавится нафиг. На видео. Так. Давай конверт. И этот греется. Они друг другу стоят. Так. 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 А тут где выход-то? А, вот стоит. Нагрузка. 1%. 3%. 3%. Ну, бур остывает. Так. А если допущу. 14%. То есть, непрерывно они пахать не могут. 1%. Площик под этой фигурой. Он, конечно, разгоняется. Как-то очень вяло. О, единичка топлива упала. И руда пошла уменьшаться. Но это капля в море. Еще 3 табура не поставил, а. Значит, опыта нет. Я с бурами вообще дело не менял. Может был вот этот на эти. А. А, туда в баг на эти не впадет. Да тут сквозь баг впадает. А, хоть вокруг это надо было табура поставить. Чтобы фигачил. О, 1000 100% эффективно А Гландор что-то нагрев не идет Ну-ка Не, идет Медленно идет И сразу пошла на эффективность То есть ему на 1000 выдерживает Ну так примерно Там сейчас Кончится Руда Включаем конвертер Остывай дорогой А вот с буром то все печальнее 20% Большая буровая Остановка там уже маленькая По-моему была Большая Руда Темп на 19 секунды Так, ладно, серия получилась длинненькая у нас На этом мы тогда закончим Всего хорошего, до новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят